Братья и сёстры, друзья, я всех приветствую любовью нашего Господа. У нас здесь и вечером будет продолжение, разбор книги Иова. Ну а сейчас я хотел поделиться некоторыми мыслями из книги пророка Малахии, первая глава, первые пять стихов. Книга пророка Малахии – это пророчество или пророческое слово самого Господа. Малахия – это не настоящее имя человека, а это человек как вестник просто. Его имя настоящее не названо, кто этот человек был. Просто сказано, что Господь нашёл человека, которого назвал Малахии, это в смысле посланный, и отправил его к своему народу. Вообще книга написана примерно так. Итак, здесь шесть вопросов, которые есть у народа израильского, к Богу. И Бог представлен как ответчик, то есть у них есть претензии к Богу, и сам Бог эти вопросы озвучивает, которые есть у народа, и сам на них отвечает. Он отвечает на них, потому что у народа отношение к Богу такое, что Бог должен бы ответить, должен бы, ну как, примерно как подсудимый, должен бы решить вопросы какие-то, а Бог как будто их не решает. И вот в таком виде написана эта книга. Шесть вопросов поднята, шесть вопросов и шесть ответов. Мы прочитаем один. Это первая глава, пять стихов. Пророческое слово Господа к Израилю через Малахию. «Я возлюбил вас, говорит Господь, а вы говорите, в чём явил ты любовь к нам? Не брат ли Исаф Иакову, говорит Господь, и однако же я возлюбил Иакова, а Исафа возненавидел и предал горы его опустошению и владение его шакалом пустыни. Если Едом, это же Исаф, скажет, мы разорены, но мы восстановим разрушенное, то Господь Саваоф говорит, они построят, а я разрушу, и прозовут их областью нечестивою, народом, на который Господь прогневался навсегда. и увидят это глаза ваши, и вы скажете, возвеличился Господь над пределами Израиля». Господь озвучивает вопрос еврейского народа к себе. У еврейского народа большие сомнения, что Господь их любит. И вот он говорит, как бы утверждает, возвещает им, я возлюбил вас. А у народа как бы вопрос, а в чем выразилась любовь Бога к нам? Ну, я думаю, вот, особенно, когда бывают беды большие. Вот на Кавказе детей закрыли в школе, и многих из них убили. Большое бедствие, большое горе. И как-то туда приехал сын Дмитрия Васильевича Минякова. Он сейчас в Америке живет. И когда он хотел обратиться к людям, заблаговествовать, засвидетельствовать там, у людей была большая обида на Бога, и они говорили, где был Бог, когда убивали детей. И он тогда, конечно, он очень переживал, очень молился, и все-таки говорит, а вы же от Бога-то отказались. А если бы вы не отказались, может быть, Господь бы и вступился. И почему сейчас винить Бога, когда Бог вам не нужен? В целом, народ его понял, народ смягчился, и он до сегодняшнего дня время от времени посещает эти местности, проводит лагеря с детьми. В общем-то, люди принимают весть. Вообще, у людей очень часто вопрос возникает, случилось что-то, и где любовь Бога. Бог есть любовь, а любви Бога как будто не видно. Поэтому, братья и сестры, вот вопрос, но если мы читаем об Израиле, это, конечно, для нас история. Но эта история, она нужна нам сегодня, потому что у нас тоже могут быть вопросы такие. В чем явил ты любовь свою к нам? То есть, нет, мы так, если откровенно сказать, наверное, никто из нас в любви Бога не сомневается, мы все хорошо понимаем, но когда у нас возникают вопросы к Богу, может, мы их не всегда скажем вслух, а бывает все-таки в любви Бога мы сомневаемся. И поэтому я хотел вместе с вами, чтобы мы обратили внимание на то, как Господь отвечает на этот вопрос народу своему. Он говорит, вот вы говорите, в чем явил ты любовь к нам? Господь говорит, давайте посмотрим на начало вашей истории. Израиль это народ, который произошел от Иакова, а Иаков родился близнецом, то есть их двое родилось. И сначала родился Исаф, а потом родился Иаков. Вообще, братья и сестры, интересно, когда рождаются близнецы или двойняшки, ну так у нас было в семье, у мамы дважды были, и между детьми по 15 минут разница во времени. я даже интересовался у братьев Елисеевых, которые вам тоже знакомы, и там тоже 15 минут разница между ними. Ну, родился первый, через 15 минут родился второй. А вот когда родились Исаф и Иаков, то они родились одновременно. И второй держался за пяточку первого. И по этой причине ему даже имя сразу придумали. Ну, или дали ему имя Запинатель. Ну, то есть Иаков. Слово Иаков означает Запинатель. То есть они расценили так, что он хотел быть первым, а у него силенок не хватило, удержать брата и первым родиться. Поэтому его Запинатель назвали. Но, знаете, когда дают имя человеку при рождении, оно бывает в жизни оправдывается, а бывает нет. Но в данном случае, когда мы смотрим на жизнь этих двух братьев, наверное, имя, данное при рождении Иакову, оно в жизни оправдалось. И Исаф говорит, не от того ли дано ему имя Иаков, что он запнул меня уже дважды. Значит, Иаков был по жизни тоже запинатель. Ну, то есть, это ставящий подножку или, ну, как, знаете, как бы за счет другого устраивающий свое счастье. Запинатель это тот, который не беспокоится за судьбу ближнего, а вот свои вопросы решает. А что будет с ближним, он как будто об этом не думает. Запинатель, то есть, подножку ставит. Конечно, братья и сестры, когда ему дано было это имя, ну, и он с этим именем жил вообще-то очень долго, даже до смерти, но во время своей жизни он получил еще другое имя, Израиль. И как раз от этого времени и начал быть народ израильский, то есть, он произошел от Иакова, которому Бог дал новое имя. И вот на это Господь обращает внимание, он говорит, вот вы посмотрите, не брат ли Исаф Иакову? Разве они не братья? Они же даже близнецы, они даже родились одновременно. И однако же, говорит Господь, я Иакова возлюбил, а Исаф возненавидел. Вообще, братья и сестры, когда мы эти вопросы рассматриваем отдельно, ненавидит ли людей Господь? Нам, не может быть. А здесь Господь говорит конкретно, ненавижу. Нет, у Господа не такая ненависть, она не связана со злобой, со злом. А все-таки Господь влечет, Он, в общем-то, желает каждого человека, Он желает, в Евангелии от Иоанна написано, что свет Божий просвещает всякого человека, приходящего в мир. Мы здесь рассматриваем книгу Иова, и там написано, что Бог два-три раза стучится в сердце человеческое для того, чтобы человека спасти. И Бог этой работой занимается индивидуально с каждым человеком. У Него хватает для этого и мудрости, и виденья, и силы. То есть, Бог желает давшим жизнь, Он желает всех спасти. У Бога это так. Мы читаем Евангелие от Иоанна 3,16 «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную». Оказывается, Он желает спасти всякого, и всякий, кто призовет имя Господне, что спасется. Оказывается, Бог Иакова возлюбил, и как Бог любит, в общем-то, Бог это доказал. И оказывается, Он желал бы, наверное, не только Иакова, Он желал бы и Исава любить. Он бы обязательно желал любить его. И в общем-то, то, что Бог делал для Исава, то есть, возненавидел Господь Исава не до рождения. И Иакова возлюбил не до рождения. А после того, как Иаков избрал Бога, он его возлюбил. И после того, как Исав отверг Бога, он его возненавидел. И то, когда Исав отверг Бога, Бог еще очень долго, в общем-то, около тысячи лет, Бог простирал свои руки к Исаву, чтобы все-таки Исава помиловать. Но когда Исав сформировался в богопротивный народ, и когда не подавал Богу никаких надежд на то, что он когда-то покается перед Богом, то книга пророка Малахии это именно последняя книга Ветхого Завета, которая говорит о скором пришествии Господа на землю. Он, конечно, сначала пришел как спаситель, а потом как судья. И в этой книге только написано, что Исава я возненавидел. То есть уже совершенная форма глагола возненавидел. Потому что Исав сформировался в такой богопротивный народ. То есть он кается не собирается. Он не собирается Бога признавать за Бога. У него есть свой Бог, у него есть свое направление, и ему Бог абсолютно неинтересен и не нужен. Но это Исав, а Иаков. Почему здесь Господь говорит, вот давайте вспомним, не брат ли Исав Иакову? И я говорит, Иакова ведь возлюбил. Поэтому, братья и сестры, очень важно посмотреть вот именно на этот момент, как это получилось, чтобы действительно доказать своему народу, что Бог его любит. Он говорит, давайте посмотрим на начало. И поэтому я хотел бы, чтобы мы вспомнили, как Господь возлюбил Иакова. Это связано именно с тем, когда Он давал ему новое имя, потому что имя у него было Запинатель, а Бог дал ему имя Израиль, то есть Победитель. Он ему говорит, ты боролся с Богом и человеков одолевать будешь. и получил новое имя. И это имя Иаков носил уже оставшуюся жизнь. Это случилось, когда Иакову было 97 лет. И поэтому с новым именем он жил еще 50 последних. Он прожил всего 147 лет. То есть две трети у него было одно имя, а одну треть жизни к сожалению было два. Ну как к сожалению? Дело в том, что человек, вот даже мы с вами, когда мы каемся перед Богом и Господь поселяется в нас Духом Святым, Он дает нам новое имя. И это имя, в общем-то, если мы сохраним нашу жизнь в Боге, мы получим вечности написано, мы получим камень, а на нем написано имя, которого никто не знает, кроме того, кто получает. Оказывается, каждому из нас при рождении свыше мы получаем новое имя. И надо бы, но у нас и прежнее остается, мы же остаемся в теле. И поэтому мы носим свое старое и получили новое, и у нас вот, ну, как такая вот жизнь, как была у Иакова после того, как Бог ему дал новое имя, и как бывает у Божьего народа, или у нас, у верующих. И вот теперь Господь говорит, я вас возлюбил, примерно как возненавидел, совершенная форма глагола, и возлюбил, то есть до конца вас возлюбил. И говорит, ну, мы опять все-таки вспомним тот момент, как действительно Господь возлюбил Иакова. Он запнул брата дважды, и вынужден был бежать из дома отца, потому потому что брат собирался его убить. Мама, которая была на стороне Иакова, она сильно переживала за своего любимчика, они почему-то сыновей разделили. Исаак любил Исава, а Ревека любила Иакова. И вот она подходит тогда к мужу и говорит, надо что-то делать. Но она не сказала, что я слышала, что Исав желает убить брата своего, она это не сказала. Она говорит, слушай, дорогой, нашему сыну 77, ему пора жениться. как? Неужели уже столько? Бывают вот у нас братья в церкви, доживут, ну, живут в семье и никто не замечает, что ему уже пора. Давно пора. Ну, 77, это же давно пора или нет? Его брат Исаак, он женился в 40. И когда он женился в 40 и не вдомек родителям, 37 лет прошло, они не думают, что второго тоже бы надо женить. И вот только беда подхлестнула, когда Исав решил убить брата своего, то Ревека говорит, надо отправить Иакова жениться. У моего брата Лавана в Харане есть дочери. И наверно они подойдут. Надо его отправить именно в Харан. И отец позвал сына своего, дал ему благословение, вот примерно как мы сегодня благословляли детей. То есть он сначала под чужим именем получил благословение, но это ему придется вернуть. А вот теперь он получил благословение под своим именем. отец позвал его и говорит, завещание ему дает, не бери жены из Хананеев, а вот иди в Харан и возьмите себе там жену. И потом ему дает благословение, которое связано с обетованиями спасителей спасения. Он говорит, и Господь да сопровождает тебя, Господь да благословит тебя и даст тебе благословение Авраама и страх Исаака, то есть он полное благословение дает сыну своему Иакову. И Иаков пошел. Конечно, когда он пошел в далекий путь, хоть и возраст такой, но он из дома еще никогда не уходил, он работал на кухне у мамы до сих пор. А представьте себе теперь такая жизнь, первый ночлег камень подушка и вот видит он сон, откровение Бог дает. Видит он сон, видит небо отверстием и видит ангелов Божьих, которые по лестнице то поднимаются, то опускаются и Господь вверху и Господь говорит Иаков Я буду с тобою Я пойду с тобою куда бы ты ни пошел но в этом во всем пути я с тобою буду пока не исполню все о чем я сказал тебе хорошо Иаков пробудился он говорит страшно сие место а я и не знал что Господь присутствует на этом месте но теперь он уже имел гарантию от Бога что Господь будет с ним правда братья и сестры его понятие его понятие он же Иаков в его понятии Господь с ним это когда все хорошо и вот он увидел Рахиль собрался на ней жениться семь лет отработки и обман скажите а это от Господа это от Господа что его обманули Господь оказывается это от Господа да а почему это от Господа а потому что ты обманул отца слепого и вот тебе Господь слепую Илью ну она слаба глазами была то есть оказывается с намеком чтобы Иаков знал что он сеял пожинать будет никто другой не Исаф которого он запинает между прочим братья и сестры когда мы запинаем ближнего своего нам кажется вот я ему и насолил и есть будет он но кроме тебя кто солил есть никто не будет человек что сеет то и пожинает ему до какого-то времени кажется другой ест его жатву да другому горько ну как он ест он опять или сеет что-то доброе если ест безропота то что ему сварили ну образно говоря а если он ропщет и то опять посеял и теперь уже он будет пожинать оказывается закон сеяния жатвы он всегда 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 у Бога в ходу и вот когда Яков был обманут но он решил тестью это с рук не сойдет и конечно отработав 14 лет наступило время отрабатывать за скот ну это тесть предложил говорит ты же для своего дома еще не работал ты же пока жен только отрабатывал 14 лет сроку у Якова было ну 6 лет после этого он еще отрабатывал свой скот но вот здесь Яков решил с тестем рассчитаться и он отрабатывая за скот ну так отрабатывал что тестью от этой отработки почти ничего не оставалось все лучшее и доброе осталось у Якова а тестью ну самая слабенькая ну я в эти подробности думаю вдаваться не стоит сегодня и вот когда это все случилось так то Яков все-таки получил призыв идти на родину там где он получил благословение потому что он сюда пришел для того чтобы здесь вопрос решить брака ему Господь Исааку Господь обещал Спасителя который придет через него и теперь Яков получил благословение от Исаака в общем-то как получил благословение от Отца что Спаситель теперь должен прийти через него то есть ему надо было жениться и основная цель брака Иакова это чтобы родился тот кто войдет в родословную Иисуса Христа между прочим этот вошедший в родословную родился через Рахиль или через Лию через Лию оказывается здесь все нормально женился ты тебя обманули пожал согласился смирился живи люби и выполняй Божью волю и у тебя будет сын от Лии Иуда через которого придет Христос но Иаков продолжает пока он же Иаков он же пока еще не Израиль и поэтому он из всего продолжает извлекать выгоду и когда он рассчитался с тестем в смысле составил имущество из его стад он возвращается и вообще у него до этого было понятие такое что Господь видит сколько меня раз обманывал мой тесть и поэтому Господь ему воздает интересно вот человек сам решает вопросы но всегда почему-то вплетает туда Господа и говорит что это Господь меня Господь благословляет а вот Лавана Господь Лавану Господь воздает когда он решил действительно вернуться послушался Бога он решил известить своего брата вот как раз о котором идет речь я возвращаюсь брат вышел и 400 человек с ним здесь сердце Иакова дрогнуло он понял что оказывается ничего не забыто время прошло 20 лет ничего не забыл Исаф 400 человек с ним и вот он молится Богу первая его молитва не достоин я всех милости твоих вторая его молитва Господи спаси меня от руки Исаава брата моего вообще братья и сестры очень важно чтобы действительно человек когда-то пришел к осознанию что с моим именем или с моей прошлой жизни когда я из всего извлекаю пользу для себя надо когда-то этому положить конец а положить конец можно тогда когда человек поймет что сам он себя спасти не может и оказывается эти обстоятельства это были обстоятельства опять от Бога Бог попустил Бог допустил что Исаав идет вооруженный 400 человек с ним почему чтобы Иаков наконец-то понял что кроме Бога ему помочь никто не поможет никто он разделил людей на два стана он в общем-то как думал если нападет на один может спасется второй но он понимает что все это бесполезно уничтожит один и уничтожит второй стан и и вот этот вопль к Богу это со стороны Иакова он очень нуждался в Боге он понял что теперь не поможет ни моя предприимчивость ничего не поможет Бог если мне не поможет и мы читаем боролся с ним некто вообще братья и сестры с каждым человеком на земле некто борется это Бог Бог борется со мной Бог борется с каждым но в моей жизни эта борьба уже тоже ну как в каком-то смысле совершилась потому что в моей жизни Господь так же как у Иакова ударил меня в бедро так что я хромаю на бедро свое до дня смерти буду хромать и у Иакова так было боролся с ним некто и вот этот борющийся почему-то но не сразу ударил почему вообще братья и сестры здесь важно отметить что надо было борющемуся от Иакова или почему Иаков с ним боролся ну боролся с ним некто ну или сдался бы или как-то ну а почему-то написано Иаков тоже боролся и знаете они боролись так что они друг друга никак не могли одолеть Иаков не мог одолеть ангела а ангел не мог одолеть Иакова мертвая схватка всю ночь до появления зари она была действительно физической схваткой но еще один вопрос а что нужно было Иакову от Бога что нужно было благословение ему нужна была помощь ему нужна была защита от брата ему нужно было чтобы Бог благоволил к нему и он понял что никто ему не поможет кроме того кто с ним борется и вообще братья и сестры если разобраться то борьба того который боролся сейчас с Иаковым началась не сейчас а еще с самого зачатия потому потому что бились они в утробе еще оказывается вот натура такая была у Иакова ему надо было чтобы все вращалось вокруг него чтобы только у него было благополучно и у него было хорошо а что он запнул брата дважды который теперь хочет его убить он об этом как-то не думал а теперь когда боролся с ним некто время подходит появляется заря и написано тот который боролся он применил силу и ударил Иакова в бедро значит Бог применяет силу иногда применяет когда он ударил Иакова в бедро Иаков больше не мог опираться на это на эту ногу он был сокрушен но у Иакова осталась одна возможность это ухватиться заборящегося и он говорит не отпущу мертвой хваткой теперь за него схватился и говорит не отпущу пока ты меня не благословишь ангел говорит отпусти заря уже всходит он говорит не отпущу братья и сестры друзья дорогие это как раз то почему Бог возлюбил Иакова когда наши обстоятельства жизни допущенные Богом ведут нас к сокрушению к покаянию перед Богом а человек эти обстоятельства воспринимает так обиделся на Бога или обиделся на людей через которых Бог над нами трудится и человек восстает и или как каин от лица твоего я скроюсь или говорит наказание твое больше нежели снести можно и уходит от лица Господа беда этому человеку потому что Господь будет ждать а если он не возвратится если он не остановится не вернется к Богу так и погибнет вдали от Бога и погибнет навеки оказывается почему Господь возненавидел Исава потому что Исав со своей дороги к Богу никогда не возвращался ни сам Исав ни народ происшедший от его чресла а Яков когда был сокрушен Богом он ухватился за ангела и говорит не отпущу и вот это Господь напоминает Израилю он говорит вы же посмотрите были два близнеца и один ухватился и сказал не отпущу а второй имел преимуществ больше родился первым был любимым отцом и в общем-то в жизни у него все хорошо складывалось и только обида на брата побудила его обидеться на Бога и до такой степени что он через многие века так и не вернулся к Богу поэтому братья и сестры вот в этом тексте сказанном Израилю в этом тексте наставление для нас Господь говорит сегодня я тебя возлюбил кто-то теперь говорит а в чем явил ты любовь свою когда этот вопрос был задан то это было время когда народ израильский уже был наказан Богом 70-летним вавилонским пленом они вернулись из плена и уже храм отстроили и вроде теперь опять Господь с ними но они опять в жертву Богу приносят хромое слепое они опять Богу не служат перед Богом не благоговеют он их отец но они его им игнорируют он их Господь а они перед ним не благоговеют и Господь говорит вы же посмотрите я люблю вас но не брат ли Исаф Иаков вообще почему он напоминает об Исаве а потому что если человек которого Господь как-то к себе влечет сокрушая то есть допуская в нашей жизни чтобы мы ухватились крепко за Господа и если человек это не сделает то он как Исав может погибнуть поэтому здесь упоминается Исав и Господь говорит вот когда я вы посмотрите на Исава или посмотрите на человека удаляющего себя от Бога он будет строить а я буду рушить и такого человека или такой народ прозовут народом нечестивым на который Господь прогневался навсегда и увидят это сыны Израилевы то есть увидят сокрушенные Богом и ухватившиеся за Господа чтобы получить благословение и скажут возвеличился Господь над пределами Израиля поэтому братья и сестры друзья я хотел бы и призыв сделать сегодня Господь мы вчера говорили об этом когда книгу Иова читали Господь в общем-то любит нас он очень любил Иова и не только для того чтобы сатане показать что он не даром богобоязнен а Бог любил Иова и так как Иов еще страдающего Бога не знал то Господь допустил в его жизни страдания чтобы он понял еще одну сторону Бога оказывается это не участь когда мне нужно жизнь отдать чтобы кому-то было хорошо а это честь оказана но Иов пока не понимал что это честь он только в конце понял и вот здесь когда Господь сокрушает сокрушает человека лишает в нем опору на самого себя таким образом и у человека появляется очень большая нужда и он к Богу ближе через скорби чем ближе глубже скорбь тем ближе Бог и вот это Господь делает чтобы мы наконец-то перед Господом раскаялись чтобы мы сказали недостоин я всех твоих милостей или помилуй меня или вспомни обо мне или как тот говорит будь милостив ко мне грешнику и Господь сокрушая нас нам дает новое имя но не на оба колена чтобы мы хромали а чтобы мы не могли опереться больше на себя чтобы опора наша в дальнейшей жизни нашей была на Бога поэтому я хотел бы призвать к покаянию кто еще не ухватился за Господа но я хотел бы и призвать к покаянию если человек уже понял что спаситель только Господь и надо бы служить только Господу а в его жизни еще очень много других опор и он на Бога не уповает полностью это может привести к погибели человека нам если у кого-то есть какая-то вина перед Богом нас спасет только одно глубокое искреннее покаяние это есть сокрушение и если Бог достиг в нас что мы наконец-то готовы к сокрушению пред Богом он помилует нас и как здесь сказано увидят это глаза наши и мы скажем возвеличился Господь над пределами Божьего народа не 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 ни 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 ни